Сегодня на библейском портале Экзегет мы продолжаем наши беседы по трудным местам Священного Писания. И сегодня мы рассмотрим вопрос, почему Авраам увеличил свое богатство с помощью лжи. И давайте вспомним обстоятельства, которые были связаны с этим. И мы открываем книгу Бытия, 12 глава, с 10 по 13 стих. И здесь мы находим следующие слова. И был голод в той земле, и сошел Авраам в Египет пожить там, потому что усилился голод в земле той. Когда же он приближался к Египту, то сказал Саре жене своей, вот я знаю, что ты женщина прекрасной видом. И когда египтяне увидят тебя, то скажут, это жена его, и убьют меня, а тебя оставят в живых. Скажи же, что ты мне сестра, дабы мне хорошо было ради тебя. Здесь мы видим, что Авраам допускает ложь и настаивает на том, чтобы жена его тоже скрывала тот факт, что она его жена. Но смотрите, что сказано в законе Божьем. 20 глава книги Исход не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. А здесь свидетельство ложное Авраам произносит и на свою жену, и на себя самого. Как разрешить это противоречие? Решение может быть следующим. Заповеди даны не для смерти, а для жизни. И когда есть угроза жизни человека, то может быть применение закона. Даже когда люди испытывают крайнюю нужду, может быть применение закона. Так Давид, когда взалкалы, бывшие с ним, они ели хлебы предложения, которые никто не имел права есть, кроме самих священнослужителей. Это пример того, как ради нужды бывает применение закона. Если говорить о тех богатствах, которые получил Авраам в Египте, об этом мы читаем 12-е бытия, 16-й стих. И Аврааму хорошо было ради ее, то есть ради Сары. И был у него мелкий и крупный скот, и ослы, и рабы, и рабыни, и лошаки, и верблюды. То все эти богатства он не оставил у себя. Есть предание, что именно все то, что он получил из Египта, он передал своим детям от жены Хитуры, на которой Авраам женился после смерти Сары. И мы читаем об этом. Книга «Бытия», 25-я глава, 5-й, 6-й стих. «И отдал Авраам все, что было у него, то есть, собственно, его, Исааку. А сынам наложниц, которые были у Авраама, дал Авраам подарки и отослал их от Исаака, сына своего, еще при жизни своей на восток, в землю восточную». То есть он передал все то, что получил в Египте. Возможно, это уже не были там верблюды, лошаки, но это соответствовало сумме того богатства, которое он приобрел в Египте. Авраам был принципиальный человек. Когда царь Содома предлагал ему в благодарность богатство, Авраам говорил, «Даже нитки твоей не возьму, чтобы ты не сказал, что ты обогатил Авраама». И в этом случае, скорее всего, он действительно сумму всего того, что он приобрел от фараона, он передал своим сыновьям, детям от Хитуры, на которой он женился после смерти Сары. Таким образом, Авраам поступал в сложные ситуации, когда была угроза его жизни, в соответствии с тем, как только и можно было поступить в такой ситуации. При этом он всегда уповал на то, что Господь вмешается. И действительно, в случае с Авраамом и Сарой, когда Сара оказалась во дворце фараона, мы читаем 17 стих 12 главы, «Но Господь поразил тяжкими ударами фараона и дом его за Сару, жену Авраамову». То есть Господь всегда ступается за своих избранников, но в то же время Господь значительно строже спрашивает со своих, чем нежели с посторонних. Поэтому Авраам действует осторожно и не хочет быть обязанным своему достатку никому, кроме Господа Бога, научая и нас поступать таким же образом. Подписывайтесь на библейский портал «Экзегет», чтобы вовремя получать информацию о новых беседах. И берегите себя! Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...